Па-па-па-па-пау! Здорово, пацаны! Микей здесь. Сегодня мы играем в Мегамена. Мне прислали это прохождение. Мистер Простуда. И если вы впредь дальше хотите опять же видеть прохождение, рассуждение точнее, да, то присылайте свои прохождения любых игр. Это не обязательно должна быть 8-битка. Sony PlayStation, персоналка, Tetris, вообще не важно что, вся соль в рассуждении. Так что, а визуальная часть это то, что просто приятно наблюдать, вспоминать детство или не важно что, или саму игру. Так вот, сегодня у нас довольно-таки плотный должен получиться выпуск, потому что игра большая, большая по времени. Ну что ж, будем пробовать. Итак, первое, что хочу сделать, это сделать небольшое объявление. А именно какое? Я как-то заикался про то, что хочу сделать такую фишку, чтобы было в городе именно такое место, куда мы могли приходить, собираться и дискутировать на различные темы. То есть не так, там, выпуск в интернете и все, там, комменты на ютубе, это все чушь, да. Ну, не то, что чушь, а не то, что хотелось бы, да, в итоге. А именно, допустим, даже собираемся вот на месте про какую-то тему, например, там, про вегетарианство, допустим. Я там быстренько делаю уступительное слово на 5-10 минут, да, из серии, как выпуск в Козе, да, в таком блоке, ну, более спокойное такое, в такой спокойной манере. И мы начинаем дискутировать, то есть каждый, кому есть что сказать по этой теме, начинает бросать аргументы, контраргументы и пытаемся узнать что-то новое или прийти к чему-то новому, и это будет дико интересно. То есть своеобразное такое ток-шоу, только в реале такие беседы. Опять же, будем снимать это на видео, потом выкладывать на ютуб. Поэтому, как это все будет происходить? Я буду делать объявления в твиттере, на фейсбуке, во вконтакте и на ютубе, соответственно, о том, что такого-то числа мы собираемся на этом месте и обсуждаем такую-то тему. И те, кто хочет участвовать, просьба, ну, заявиться, именно поставить свою заявку мне на фейсбук, твиттер или на ютуб. Да, то есть не просто прийти там, а, я хочу, короче, посидеть, чтобы потом меня видео показали, а именно, если вас интересует именно тема, которая будет озвучена, и вам есть, самое главное, есть что сказать по ней, вы заявляйтесь, пожалуйста, и будет очень классно. Я уже дико вижу это. Вот, место дико уютное, там приятную музыку можно любую поставить, чай, да, будет бесплатный чай, само собой, настоящий, да, не липтон там в пакетиках, а настоящий чай, да. Вот, и, ну, все будет классно. Сейчас мы, как бы, подготовительное у нас происходит период всей этой темы, потому что у нас сейчас очень съедает, у меня много энергии, нервов и всего. Наш новый клип всего лишь жду парней, который вот выйдет в конец света, то есть в пятницу уже совсем мало осталось, пять дней, да, буквально. Вот, поэтому сейчас как он выйдет, и Козу, наконец-то, уже начнем нормально снимать, вот. И да, еще такое объявление, что на канале Проект Коза следующее, что выйдет, это будет клип всего лишь двух парней, и перед Новым годом мы сейчас делаем именно на Козе онлайн-трансляцию, да, с вопросами-ответами, там, с пожеланиями счастливого Рождества и Нового года, ну, в общем-то, такое вот. Вот, и с 2013-го уже будут нормальные выпуски выходить, как обычно, да, и вот это ток-шоу будем пытаться снимать. Все, это все, что я хотел сказать по поводу объявлений, а теперь приступим. Да, конечно же, заправляйте майку в трусы, заваривайте чай и откиньтесь на спинке кресла, и, пожалуйста, не отвлекайтесь больше ни на что, ни на какую-нибудь игру, ни на Facebook, ни на ВКонтакте, просто вот это пусть будет это прохождение, даже можете его не смотреть, если не хотите, ляжьте на диван, лягте, как правильно, и слушайте. И потом я хочу узнать, что вы про это думаете. Только реально, что вы про это думаете, а не так, что первое в голову пришло. Так. Так. Следовательно. Так. Так. Я без толков, но так как деньги являются истинной мерой всех вещей, как их владелец может быть бестолучью? Более того, он может купить для себя талантливых людей, а разве тот, кто обладает властью над талантами, не более талантлив, чем они? Если я тот, кто может иметь благодаря силе денег все, что душа пожелает, разве я не обладаю всеми человеческими способностями? Следовательно, разве мои деньги не превращают все мои недостатки в их противоположность? Если деньги являются узами, которые привязывают меня к человеческой жизни, а общество ко мне и соединяет меня с природой и человеком, то разве это не связь всех связей? Если же это не так, то не являются ли они универсальным средством разъединения? Именно они являются реальным средством и расслоения, и объединения, электрохимической энергии общества. Так как деньги, как главный активный показатель ценности, все опровергают и изменяют, то они являются универсальным разрушителем и преобразователем всех вещей, переворачивающим мир, разрушающим и преобразующим все природные и человеческие качества. Тот, кто может купить смелость, является смелым, будучи трусом. Деньги влияют не на отдельное качество, отдельную вещь или какое-то особое право человека, а на весь реальный мир, человека и природы. Таким образом, с точки зрения собственника, они меняют любое качество и объект на любой другой, пусть даже они несовместимы. Они соединяют несовместимое, они принуждают противоположности к братанию. Предположим, человек – это человек, а его связь с миром человечна. Тогда любовь может быть заменена только любовью, вера – только верой и т.д. Если вы хотите наслаждаться искусством, вы должны быть художественно образованным человеком. Если вы хотите влиять на других людей, вы должны быть человеком, который реально имеет стимулирующее и поощряющее влияние на других. Любая из ваших связей с человеком и природой должна иметь специфическое проявление, соответствующее и объекту вашего желания и вашей истинной индивидуальности. Если вы любите безответно, то есть если вы не способны путем проявления себя как любящего человека сделать из себя желанного человека, то ваша любовь беспомощна и несчастна. Очень классные слова – это Маркс. И это его речь о, как бы это правильное слово подобрать, не то что ненужности и даже не то что бесполезности денег, а о их преувеличении, о их функции показывать вещи не такими, какие они есть. То есть о их функции выполнять роль заместителя индивидуальности в человеке, то есть о их полной деструктивности. Это цитата Маркса из книги Фрома «Искусство быть». В свое время я советовал вам книгу «Иметь или быть» Фрома, и оказывается Фром к этой книге еще писал главу «Искусство быть», где именно он описывал, что нужно делать, чтобы научиться этому искусству быть. Но в итоге финальной редакции этой книги, эта глава туда не попала, и в итоге эту главу отдельной книгой издали «Искусство быть». Вот, и блин, Макс просто нереально прав. Ну реально, у тебя есть деньги, и ты урод, все, можешь любую девчонку получить. Но опять же, если у нее, в ее оценке ценностей деньги играют решающую роль, а это очень часто так бывает, но не всегда, не всегда. Да, сразу скажу, обо всем, о чем мы сегодня будем говорить, я не обобщаю, да, то есть не надо там типа «Есть исключения», но само собой есть исключения, зачем мне еще на это отвлекаться. Мы сейчас говорим именно о таких вещах, которые вот есть такие, конечно, есть и другие. Так вот, да, если ты не обладаешь никаким вкусом к произведениям искусств, но обладаешь деньгами, ты вполне себе можешь понакупать подлинников там Рембрандта, Ван Гога, да, и они у тебя будут просто валяться там где-то в подвале, потому что ты знаешь, ну типа они ценные, если что, ты их можешь там перебродать и все такое. А чувак, который реально там заканчивал художественную школу, да, или сам художник обладает большим вкусом к произведениям искусств, он не может даже посмотреть эти картины, потому что какой-то хер просто их купил, и они валяются у него дома. Ну что за чушь, да? Или, как я уже говорил однажды, в Форм Спринге я отвечал на это, что, допустим, ты всю жизнь там с детства увлекаешься кунг-фу, занимаешься кунг-фу, Китай для тебя многое значит, и вот у тебя есть шанс поехать там в монастырь шаолинский там или в Уданский, да, в Китай, прожить там, потренироваться с монахами, узнать вообще всю суть кунг-фу в ее колыбели, но у тебя нет денег, и ты просто не можешь туда поехать, не можешь себе этого позволить. А какой-нибудь чувак, которому, в принципе, насрать на кунг-фу, на монахов, на Китай, ну типа это круто же съездить в Китай, он просто, ну и у нее есть деньги, он просто едет в Китай там, орет там, «Э, Россия, Тагил», да, в таком духе. И, блин, это нечестно, это нечестно, да. Ему это меньше нужно даже, ему это меньше нужно, ему это даже совершенно не нужно, и даже сам Китай от этого будет страдать, в том плане, что монахи будут такие, блин, ну что за урод, ну он тут орет, когда мы все спим, и все такое, да. Вот, то есть, а тот чувак, который за идею был, он не может поехать, хотя это было бы полезнее вообще для всех в итоге. Вот. Да, мы сегодня поговорим о чипе честности, то есть, фишке, как это все исправить, но сейчас чуть попозже. Я бы просто хотел еще зачитать вам пару цитат из «Искусство иметь». Сейчас я посмотрю. А, вот, да, вот насчет того, что какой абсурд вообще создает частная собственность, в том плане, что просто если ты можешь купить что-то, и это тебе принадлежит, ты можешь делать с этим все, что угодно, да, не спрашивая ни у кого разрешения. То есть, грубо говоря, ты можешь реально купить произведение искусства и просто сжечь его. Все. Ну, это твоя собственность, но в итоге страдает мировое наследие, да. Вот, сейчас зачитаю вам цитату. Что же касается узаконенной собственности, напротив, закон устанавливает, что мой дом, мои инструменты, моя жена или мои дети являются моей собственностью, что я владею ими, и при этом не важно, забочусь ли я о них. Фактически я имею право сломать любую вещь, которая есть моя собственность. Я могу поджечь мой дом или картину, даже если это уникальное произведение искусства. Я ни у кого не спрашиваю разрешения на то, что я делаю с тем, что есть мое. Это законное право действует, потому что государство поддерживает мои претензии всей своей мощью. И все, и только поэтому, да. То есть даже, это мы судим о более глобальном, что чувак реально может купить себе произведение искусства, да, там, статую какую-нибудь или картину и просто разрушить ее, потому что он так захотел. Но если даже вот минимально судить, даже по себе, да, я недавно там джойстик очередной от Соньки об стенку разбил в порыве гнева, да. И как бы я разбил, и мне никто ничего не может сказать, ну это же мой джойстик, я вот за него типа заплатил и все такое. Но насколько это тупо, потому что этот джойстик мог бы даже, и я молчу про то, что он мог мне еще дальше служить, но он еще даже мог служить другим людям, но я просто мог его отдать тогда другим людям. Но вот нет, это моя собственность, поэтому меня нельзя винить. Но это тупо, блин, меня надо винить за это, да. Или сейчас возьму свою Соньку просто там в порыве гнева напополам разломаю, и вроде да, моя собственность, но, блин, даже не в порыве гнева, а так, вот, все, это моя собственность, сейчас хочу, пойду и разломаю ее. Но она может дальше служить и мне, и другим людям, блин, это очень плохо, очень плохо. Вот. И у меня даже есть знакомый, ну максимальная анальная фиксация у чувака, да, анальная фиксация – это те люди, у которых жажда к накопительству, да, к сбереганию именно такому маниакальному, да. То есть, ну это, Фрейд вообще их называл больными, ну реально больные люди, да. Вот. И у него до сих пор дома стоит видак, нераспакованный. То есть, он его покупал когда-то, да, там 80-е или 90-е, с надеждой, что он его там продаст или все такое. То есть, он даже им не пользовался, мать его, блин, он даже им не пользовался. Черт, и так во всем у него. У него много есть вещей, которыми он просто не пользуется, он их так скупает, скупает и все, они у него просто лежат. Хотя другой человек мог реально пользоваться, эта вещь могла приносить пользу. У Фрома классно тоже про это есть. Он разделяет просто предметы, частную собственность, на функциональные и нефункциональные. Вот функциональные, они созидательные, нефункциональные, они деструктивные. Потому что нефункциональные – это реально нераспакованный видик, там 20 машин ты себе покупаешь или даже одну, но ты на ней, в принципе, не ездишь особо, да. В общем, все те вещи, которые у нас есть, непонятно зачем, чтобы просто было, кто-то там придумывает, что это там повышает статус, может быть, или еще что-то, но это все, что, какой статус, Юпитер дальше вращается, камон, ну это уже максимально выдуманная фишка, да. Вот. То есть, ну это абсолютно не нужно. А функционально, и вот, и эти нефункциональные вещи, они создают еще в обществе расколы, там, зависти разные, деление на классы и все такое, да. Потому что чувак, который видит, что у него там нет этих нефункциональных вещей, а у другого их много, да, он начинает ему завидовать или начинает осознавать нечестность, типа вот это разделение на классы и все такое. Но на самом деле все не так, потому что если бы люди обладали только функциональными вещами, которые действительно им нужны, они бы не обращали вообще друг на друга внимание именно на то, что кто что имеет, они бы только обращали внимание друг на друга на то, кто какой есть человек, и все, и все. То есть, если ты обладаешь функциональными вещами, у тебя там, для твоей работы, у тебя все, что нужно, тебе есть, там, отвертка, я не знаю, чтобы сделать стол, там, молоток, доски, или у тебя есть комп, чтобы, там, делать, не знаю, музыку или рисовать в нем. В общем, то, что тебе нужно именно для того, чтобы проявлять себя как человеческое существо абсолютно честно, и ты в это еще бы верил, да. И у другого человека тоже это есть, а, ну, всем-то по минимуму, на самом деле, надо для того, чтобы себя воплощать. Все, все друг другу радуются, ты не завидуешь его вещам, потому что они, у тебя нет, ну, даже времени на них смотреть, потому что у тебя есть свои вещи функциональные, которыми ты реально пользуешься, все, у тебя все есть, ну, тебе не нужно больше ничего. И он так же нельзя, если на твои вещи не смотрит, вы все, кайфуете. И вот только общаетесь друг с другом именно как, ну, человек с человеком, все. Не так, как у нас, типа, вот смотри, вот этот человек, тебя там знакомят с человеком, и первое, что про него тебе говорят, типа, вот этот человек, он миллионер, и все, я, типа, я такой, ну, что, и что тебе? Вот так, и получается, как бы, все-таки его должен уважать. Но при этом все умалчивают, что, допустим, он там насилует малолетних девочек при этом, да, ну, это я так утрированно беру, да, и что вообще он нечестный, там, ворует, обманывает, может, даже из-за него кто-то и погиб, ну, короче, разные варианты могут быть. То есть это всем пофиг, вообще абсолютно никого не волнует, вот, главное, тебе это говорят, и ты должен уже якобы за это его уважать. Ну, это чушь. И на своей жизни, на своем опыте я уже сто раз убеждался и сто раз вам это говорил, но почему-то еще до сих пор есть неверующие какие-то люди, не понимая почему, ну, реально, доверяй, просто доверяй мне. Если ты сам себе что-то придумал, но это даже в твоей жизни не проверялось, может, даже и проверялось, но это не отменяет того, что есть противоположный реальный опыт, что я сталкивался с людьми, у которых дофига именно в плане иметь, да, нефункционального, дофига всего есть, и в том числе они миллионеры, но они реально бестолковые, у них даже образования нет, да, там три класса образования, все. Это еще ни о чем не говорит. У многих просто почему-то стереотип, что миллионер, даже вот как Маркс писал, что если он богат, то это уже, он обязательно должен быть там толковым, и это отменяет его бестолковостью, нет, абсолютно нет, просто нет. Он может себе купить талантов, которые будут на него работать, да, и все такое. Короче, нет, просто, ну, доверяй мне, нет, вот. Надо быстрее просто этот вопрос, наконец-то, пробежать, чтобы все, к нему не возвращаться, и тогда удобнее будет дальше размышлять на эту тему, вот. Да, купить себе талантов он может, и все, что угодно, в принципе, он себе может, и все он может себе покупать, поэтому, как он этого богатства достиг, это тоже, ну, короче, чтобы разбогатеть в нашем мире сегодняшнем, башка не нужна именно такая образование, все такое, это, ну, стереотип такой многих, там, нужно, чтобы Гарвард закончить, или вообще какое-то хорошее образование получить. Просто если ты закончишь Гарвард, и получишь реально хорошее образование, это, возможно, просто увеличивает твои шансы, да, но можно и без этого всего достичь всего того, что ты с Гарвардом достигнешь, вот так, все. Вот это просто надо запомнить уже, наконец-то, как факт, абсолютный факт, и даже не нужно больше спорить, наверное, насчет этого, вот так. Так. Говорим дальше, значит. Сейчас я еще пока, пока говорю, в итоге я хочу прийти к чипу честности, и, наконец-то, его хорошо с вами проработать, и чтобы вы помогли реально мне. Потому что эта идея дико мне нравится, да, но трудно быть умным в одиночку, да. Ладно, смотрим дальше. Сейчас я полистаю, просто мне еще интересно, я там поотмечал всякие цитаты интересные. Пока смотрим на Мегамена в Ледяном Царстве, блин, у нас тоже сейчас мороз, холодно, меня бесит. Вот это тоже, кстати, интересная мысль, очень интересная. Согласно легенде, Прометей подарил человеку огонь, чтобы освободить его от власти природы. Но в этот же момент человек стал рабом того самого огня, который его освободил. Современный человек, несмотря на маску гиганта, стал слабым беспомощным существом, зависимым от машин, которые сам и сделал, и, следовательно, от руководителей, которые обеспечивают соответствующее функционирование общества, производящего эти машины, стал зависимым от налаженного бизнеса. Он до смерти боится потерять все эти точки опоры, боится быть человеком без званий и титулов. Просто жить и искать ответ на вопрос, кто же я. Да, это дико труд. Мы вышли из пещер, и я считаю, что я долго над этим размышлял, там тоже был технократом очень сильно, типа, да, наука это круто, технологии, но это мне так казалось. Когда я подумал об этом более детально, я все-таки понял, что мы зря выходили из пещер, и реально, мы стали рабами этого огня, который дал нам свободу от природы. Но на самом деле зря мы от нее освободились, и мы становимся только беспомощнее и беспомощнее. Вы не заметили, как мы сильно деградируем? В таких мелочах, как, например, раньше, вот я даже себя мелко вспоминаю, там, когда в школе учился, вот нам, например, в школе запрещали на уроках математики пользоваться калькуляторами, допустим, да, такая мелочь вроде, да. И даже сейчас нам кажется, и потом, когда я уже в универе учился, нам уже разрешали, кажется, ну а что там, все равно, уже калькулятор есть, комп под рукой, я всегда могу посчитать, что мне нужно, поэтому зачем вот это мне тратить время, мозг там, на то, чтобы я в уме что-то считал. Но чем больше ты используешь какой-то орган, какую-то функцию, тем больше ты его тренируешь, и тем больше он у тебя сильнее становится. Чем меньше ты им пользуешься, тем больше он театрофируется. И реально, каким мы уже ленивым, хотел вот матное слово мощное сказать, но, блин, какие мы ленивые стали, и как уже деградировали, что уже там 5 умножить на 7, уже там складываем, умножаем в калькуляторе, да. Мы записываем все, все записываем, что-то нужно сделать, ставим себе напоминание, что-то записываем. Мозгом уже не пользуемся, поэтому уже если мы не записываем, мы уже вообще нифига не помним, да. Сейчас вот я найду, просто еще Фром тоже про это классно сказал, про вот эту деградацию башки из-за того, что мы все записываем, например. Вот, например, каждый может провести подобные наблюдения над собой. Как только вы что-то запишите, вы перестанете прилагать усилия, чтобы это запомнить. Не нужно, как раньше, хранить эту информацию в мозгу, потому что она уже сохранена на вспомогательном материале, пергаменте, бумаге, магнитной ленте. Вам покажется, что нет необходимости ее помнить, потому что она надежно сохранена в виде записи, которую вы сделали. Дар памяти таким образом страдает из-за отсутствия тренировки. Еще раз перечитаю. Дар памяти таким образом страдает из-за отсутствия тренировки. Сегодня можно наблюдать, как люди хотят избежать напряжения мысли, даже в малых дозах, например, когда продавец в магазине складывает три цифры на калькуляторе, вместо того, чтобы сделать это в уме. Да, это правда. И если я часто задаю такой вопрос, типа, а что плохого в этом, то наконец-то я могу сказать, да, это реально плохо. Блин, ну мозг деградирует, просто деградирует. Мы настолько ленивые, что даже когда мы в споре, там, спорим, и какое-то надо привести доказательство, какого-то события или какого-то слова, мы кидаем просто ссылку на Википедию. Ну, камон. Мы даже уже не можем из головы написать то, что мы когда-то даже, возможно, прочитали, вот в этом реально нет ничего плохого, прочитали в Википедии. Но мы даже долго мы это не запомнили. Мы примерно запомнили, что, типа, да, это так и так, но мы не можем это даже выразить своими словами. Мы все равно, там, типа, Википедии прочитай, там, и тогда вот увидишь, что я прав. Но было бы гораздо полезнее и для мозга, для того, кто именно доказывает, да, если бы он сам своими словами все это рассказал. Но, фак, конечно, не знаю, такое возможно или нет, но реально, вот я не надо представляю, вот вырубается везде интернет, везде компы вырубаются, вообще все электрическое, там, электромагнитный взрыв такой на всю землю раздается, все вырубается, ну, все, по-моему, полный ад будет. Все такие, а 2 плюс 2, блин, сколько это будет, да? Мы начинаем засирать школу из-за того, что она там слишком сложная, она нас напрягает. Во Франции вообще уже там домашние задания отменили, и все ликуют и ждут, когда во всех других странах это отменят, да? Все перешли еще, даже вот когда я в школе учился, уже постепенно переходили на тесты, тесты, да, где просто у тебя вопрос и варианты ответов. Это, ну, полный зад, вообще полный зад для мозга. Это деградация сильнейшая. Мы хотим избежать всего, где нужно прилагать усилия, но ведь самое великое, все самое сложное достигается только тогда, когда ты прилагаешь большие усилия, когда ты испытываешь большой дискомфорт, большую боль. А мы сейчас все стараемся уходить в позитивчик, путь наименьшего сопротивления, человек должен отдыхать, не надо напрягаться, ну и в итоге потом жалуемся, что получаем для себя всякие там, ну, комедиклабы, глупых людей, невнимательных, тоже с этим очень часто сталкиваюсь, ну, иногда даже, ну, если даже Ютуб берем, спрашивают такие очевидные вещи, которые, ну, просто перед ними прямо лежат, а еще спрашивают отдельно, ну, камон, уже никто не хочет напрягаться, все хотят, чтобы им на блюдечки все принесли, и потом еще жалуются, почему вот в жизни ничего такого там, чего-то великого или глобального, или даже на уровне бытовухи великого не могут достичь, да, потому что напрягаться нужно, нужно напрягаться, не нужно бояться боли и напряжения. Ты не сделаешь сальто, не напрягаясь, типа, вот я сейчас хочу сделать сальто, ну, не сделаешь, ты будешь пробовать, у тебя будет не получаться, будет больно даже, может быть, да, но в итоге ты его сделаешь только через эти усилия. Ты не поставишь себе сильный удар кулаком, и если сначала его не разобьешь хорошенько через боль, да, не получится. Ты не построишь хорошие отношения там с той же девушкой, если у вас не будет, да, не без этого, там и ссор каких-то, и недопонимание, и всего, и страданий в какой-то мере, но в итоге через это все вы придете к чему-то великому, да. Ты не напишешь там гениальную книгу, если будешь бояться страданий, отнимания времени, да, вот, типа, это большое удовольствие, типа, это долго, я могу лучше там написать, не знаю, там, в ЖЖ или в Твиттер, и все, и круто, и как будто у меня уже три человека оценят, и все, мне этого достаточно. Нет, тоже этого не будет. То есть все страдания, все лишения тоже какие-то. Ты пишешь книгу и лишаешь себя там какого-то, ну, допустим, бытового развлечения, там, амопа, например, ну, в том же интернете сидеть и тупить, да. Вот, но, да, через эти лишения только вот это великое происходит, поэтому не нужно бояться вот напрягаться, наоборот, даже лучше, надо любить боль, надо любить страдания, надо любить преодоление. И, да, мы идем к чипу честности. То есть мы начали вот про деньги, и сейчас немного отошли на искусство быть, в принципе, что нужно делать, чтобы научиться быть наконец-то, да. Но, говорю, мы придем к чипу честности. Вот, значит, вот такое замечание про, про-про-про-про-про, про то, что нужно напрягать, напрягать мозг, не бояться этого, напрягать тело, любить боль. И, да, и это можно подвести словами Спинозе. Он сказал, что если путь, который я показал, кажется очень сложным, его все же можно найти. Он и должен быть сложным, так как его очень редко находят, ибо если спасение рядом, и его можно достичь без особой работы, как же может быть так, что его почти все не замечают? Но все выдающиеся вещи сложны настолько, насколько редки. И это правда. Если бы так было просто стать счастливым, у нас бы не было фильмов-секретов, не было всяких там тренингов, и столько несчастных людей. Если бы это реально было так просто, и как будто, да, это стоит загадать только, и вселенная тебе сразу поможет. Да ей насрать на тебя, папа. Дальше смотрим. И да, еще к тому, что боль и страдания, это реально делает тебя сильнее в итоге. Боль работы отличается от боли болезни. Все, тут нечего даже добавлять. Боль работы отличается от боли болезни. Вообще, Фром, когда рассказывает про искусство быть, в принципе, что нужно делать, чтобы быть? Сейчас я вам просто расскажу про это. Для этого нужен простой разговор. Для этого нужно перестать бояться усилий и боли. Для этого нужно научиться хотеть что-то одно. Для этого нужно наконец-то проснуться. Для этого нужно осознавать, концентрироваться, медитировать, заниматься самоанализом. В принципе, это все. Все, что нужно делать. Но на каждое это, конечно, можно еще по два часа отдавать пояснение. Вообще, как это делать и все такое. И вообще, что это означает. Но, в принципе, это вся суть. И это реально действительно все, что нужно. Все, что нужно, это понимать себя уже. Кто ты, что ты, что ты делаешь, зачем это все. Не бояться оставаться наедине с самим собой. Если, когда вы приходите домой, и вот как мы приходим домой, очень многие, сейчас кто себя узнает, тот и поймет, что надо ему уже с собой что-то делать. Приходишь домой, и первое, что ты делаешь, даже, может, это не первое, но ты действительно это делаешь, ты врубаешь или там телевизор, или комп, или музон какой-то, в общем, какой-то раздражитель, чтобы что-то играло, что-то взрывалось, что-то горело, чтобы что-то происходило. Чтобы в итоге ты не оказался один наедине с собой, наедине с своими мыслями в тишине. Все, значит, ты уже не знаешь, ничего ты хочешь, ни что происходит в тебе. Ты боишься остаться один наедине с самим собой, потому что твои тараканы сожрут тебя очень-очень-очень до костей. Когда ты пытаешься много работать, много работать, но осознаешь, что работаешь, в принципе, для того, чтобы не оставаться со своими мыслями наедине. Ты пытаешься все время какие-то вступать в тривиальные разговоры с какими-то людьми, которые тебя, в принципе, не интересуют. И все, что ты хочешь, на самом деле, не выслушивать их, а говорить сам. Как у нас эти тривиальные разговоры проходят? Ты выслушиваешь другого человека только для того, чтобы говорить самому потом. Типа, ну все, все сказал, теперь я. То есть он тебе рассказывает, понимаешь, я люблю арбузы, они мне очень нравятся, они такие вкусные, ты таком слушаешь, потом ты говоришь, да, я вот вчера, короче, футбол смотрел, блин, футбол-то круто. В итоге он тебе про арбузы, ты ему про футболы, да. В итоге вы оба лишь выслушиваете для того, чтобы начать говорить самому, чтобы сиять самому. Это тривиальные разговоры, деструктивные разговоры. Ты из серии как сам, но тебе на самом деле насрать, как он сам. Когда вот люди научаются общаться и выслушивать человека, понимать его проблемы или что он тебе говорит и отвечать ему именно по его теме не так, он тебе про арбузы, а ты ему про футбол, да. Это полезно, это очень полезно и созидательно, вот. И так вот, и когда ты боишься остаться над всеми мыслями один на один, когда ты врубаешь музон, занимаешься все время или работой, или развлечениями, ты не можешь, например, в выходной день просто остаться самим собой вечером и просто посидеть, поразмышлять, да, тебе нужно или там в ночной клуб сходить или в интернете просидеть и поймать тебя на мысли, что на самом деле сидишь, что ты ничего там ты не сделал, то тут на ютубе какие-то видосы посмотрел, что-то там на фейсбуке написал, что-то там в игру какую-то поиграл, но в итоге ты понимаешь, что без всего этого в теории ты бы мог обойтись, но занимаешься этим только потому, что вынуждает нужда, нужда, боязнь, боязнь остаться наедине с самим собой. Но этого не нужно бояться. Нужно начать с малого, нужно начать с того, что каждое утро, когда просыпаешься, ты просто садишься в позу, знаете, как в Египте есть такие статуи, фараоны там, по-моему, сидят, ну на стуле обычно, у них руки на коленях лежат, прямая спина на спинку опирается, да, и ноги полными ступнями касаются пола, как просто на стуле сидишь. И вот так закрыть глаза, минут 10-20 посидеть, именно не как медитация, да, медитацию тоже нужно делать, но я сейчас не про медитацию, да, в медитации ты должен вообще ни о чем не думать, вообще максимально ни о чем не думать, да, и даже не думать о том, чтобы ни о чем не думать. А вот тут именно нужно закрыть глаза и наконец-то думать, подумать, что с тобой сейчас происходит, что бы ты хотел, чтобы происходило, что для этого нужно, что ты делаешь не так. Или у тебя в отношениях с людьми, с каким-то определенным человеком что-то не так, и ты должен реально сконцентрироваться, умение концентрироваться. Вот почему я сказал в самом начале, смотрите только этот видос сейчас, больше ничего не делайте. Умение сконцентрироваться, сконцентрироваться на этой проблеме и думать только об этом. Вот эти 10-15 минут. И так нужно делать в идеале 3 раза в день. Когда утром проснулся, посидел, подумал, в обед посидел, подумал. Я думаю, любой может найти, даже если у него там плотная работа, но 10 минут можно найти. И перед сном тоже это нужно сделать. И так делать, и проводить самоанализ, самого себя. У кого-то на это может уйти месяц, два, три, полгода, у кого-то год, чтобы он наконец-то в следующий раз, когда он закроет глаза, поймет, все, блин, все круто, реально. Все, что мне нужно, все происходит, и все очень классно, и я дико доволен. И наконец-то могу просто прийти домой и быть для самого себя самым классным собеседником. И поэтому мне не нужно будет ничего там не включать, ни музон никакой, ни отвлечения, ни телевизор, ни все такое. А когда я становлюсь самым классным собеседником для самого себя, и я наконец-то становлюсь человеком, который может послушать и другого человека, и поговорить именно на его тему, на то, что его интересует. А если уж два таких классных собеседника для самого себя встречаются, то они друг с другом, получается, ну просто шедевральный разговор, как будто после этого рождаются единороги, бабочки, пегасы. То есть, ну, блин, это великолепно. Вот, поэтому надо уметь концентрироваться и заниматься самоанализом. Не бояться этого. Да, часто выбежим от себя, потому что мы понимаем, что там полный зад, но, блин, надо же это дерьмо разгребать. Не заливать его там алкоголем, табаком, раздражителями, там, всякими передачами, потреблением. Разбираться, разбираться самим собой. Потому что это все, эти заливания и потребления, это все просто откладывает взрыв. Но, блин, внутри это полная жопа. Так, смотрим дальше. Так, так, так. Мегамэн тут пока стреляет из своей руки во всех. Да, сейчас у нас тоже такое явление. Сейчас все, блин, шибко умные стали. Сейчас все начинают болтать о том, что да, никого не надо слушать и все такое. Это верно, потому что когда мы имеем... Я надеюсь, что когда мы говорим это, мы имеем в виду, что не нужно слушать тех людей, которые действительно не знают, а просто говорят из-за каких-то своих побуждений или вы им неудобны, или они слишком консервативны, да. Как, например, государство, конечно, не захочет, чтобы сейчас вот отменяли там деньги и все такое, да. Потому что слишком много людей у власти, у которых, в принципе, о том... Все на этом и держится, да. То, о чем на самом деле в начале я говорил, стату Маркса, что без денег они вообще нули, вообще максимальные, да. Вот. И да, и это, возможно, та, что никого не надо слушать. Но великих, труды великих надо обязательно читать, слушать, потому что... Как кто-то может жить, не обучившись искусству жить и умирать? Отбросьте наивную идею, что вам не нужен ни учитель, ни образец, что вы сможете в течение вашей жизни открыть то, на что лучшее мы человечество потратили тысячелетия. И каждый из них пользовался трудами, которые оставили его предшественники. Да, абсолютно. Ты читаешь, что ты, которые оставили твои предшественники, и открываешь что-то новое уже от себя. Но не без этого. Да, у нас сейчас все там, а, я все сам знаю, я посмотрел фильм «Секрет», я крутой. Нет, вообще абсолютно нет. Сейчас у нас все сразу там религию все засрали, все это все херня, я самый умный, я наука, но в итоге в науке он тоже умный, потому что это, я так называю, ученые по Википедии, да, это тоже полная херня. Начитались там сейчас, а да, твоя теория нефальсифицируемая, поэтому это антинаучная чушь, да. Да ты про эту нефальсифицируемость на Википедии там максимум год назад прочитал. Все, до этого ты про это ничего не знал. Такие ученые, блин, тоже. Но это отдельно, я хочу отдельную тему взять. Вот религия, наука и вообще суть идей, идеологии в роли в жизни человека, да, потому что сейчас много людей с учаяними и говорят, блин, я уже ни во что не верю. То есть я сначала думал, это круто, там, в религию, там, быть свободным от религии, потом быть свободным от этого, от этого. Настолько они настолько от всего освободились, что теперь они в пустоте, и такие, блин, я не знаю, теперь зацепиться вообще абсолютно. Вот, ну, я говорю, это отдельная тема, отдельная тема. Да, еще вот насчет усилий и боли. Без усилий и готовности испытать боль и страх никто не растет, никто не достигает ничего, что стоило бы достичь. Это, да, о том, что не надо бояться боли. Так, ну что, надо потихоньку к чипу честности переходить. То есть мы поговорили о том, что, в принципе, имея деньги, можно быть храбрецом, хотя ты сам трус, можно иметь женщин, хотя ты сам урод, можно быть честным, хотя ты нечестен на самом деле. В общем, можно выдавать себя, ну, не тем, кем ты являешься. То есть не так вот за любовь получать любовь, за верность получать верность, за правду получать правду, а просто за деньги это все получать, да. То есть покупать талантливых людей. Да, кстати, тоже вот еще интересная мысль, что в наше время даже производство, само производство, оно настолько отстраненное. Раньше, там, в средневековье, вот мастер делал стол, и он один его делал. Ему помогал, может, подмастерье какое-то, но они вот видели стол от первого неотесанного бруска дерева до финальной стадии, они сами его делали. Сейчас у нас на заводах конвейер. Один человек паяет там что-нибудь, микросхемку, второй нажимает на рычаг, и там каким-нибудь прессом ее шлифуют, я не знаю, сдавливают. Третий винтик закручивает, четвертый программирует, пятый продает, шестой просто говорит, что я представитель фирмы. В итоге, кто эту вещь делает? Почему? Вот какого хера вообще, допустим, ну, вот мы говорим, там, Sony PlayStation, да, почему, вот говорят, она принадлежит фирме Sony. А кто? Кто? Что это такое фирма Sony? Кому она принадлежит? Я так и не понимаю, кто ее создал? Кто? Кто? Там, сейчас кто у них, Кас Хирай, да, глава, по-моему, в Sony, или нет уже, не помню, ну, допустим, да. Кто? Кас Хирай ее сделал? Ну, очевидно, что нет, он же ее не собирал. Хорошо. Ее сделали, там, директора Sony, или те, кто деньги вкладывал в Sony, ну, нет, они тоже не собирали ее. Хорошо, ее вот этот человек, там, Хацумото Хуань Самаракаки какой-нибудь делал? Да нет, он просто паял пластмассу, и только вот эту операцию он делал. Тоже не он, значит, сделал. Или вот этот? Нет, он только, там, чип изобрел. А кто, короче, вот эту всю конструкцию сделал? То есть, настолько отчужденное производство сейчас, и это не только вот на заводах, а у офисного планктона то же самое. Ты лишь только, например, заполняешь только документ, но ты не знаешь, откуда он, куда, что, куда он пойдет дальше. Те говорят, вот тут три буквы нажми, тут четыре буквы поставь, все, да. То есть, блин, от начала до конца мало чего, что делают. И ведь только тогда можно сказать, что вот это действительно собственность этого человека. Вот ты создал стол, да, из ничего, с нуля, да, это твое. Там, ты создал лекарство от рака с нуля вообще, сам сидел в лаборатории годами, там, лишал себя многого, испытывал боль, страдания, это твое. Но когда ты купил талантов вокруг себя, когда ты купил все, там, эти самые материалы и все такое, ну, ты не создал это, ты абсолютно ничего не создал. Ну и самое, конечно, когда ты вообще уже готовое даже создание купил, даже готовую Sony PlayStation ты купил, это не означает, что она твоя. Это считай, ты ее в прокат взял, ну, реально. Вот, то есть, блин, тоже классный вопрос, как вообще определить, чья это собственность, ну, как? Так, вот эти не надо только говорить сейчас, там, документы, там, ведь юридические все, это все херня, я имею в виду, ну, конкретно. Или что, вот, например, автомобиль стоит, по документам он, там, Вася Пупкин, это не означает, что я сейчас не смогу его завести и уехать на нем. Автомобиль же не будет такой, блин, знаешь, ты не Вася Пупкин, поэтому я не заведусь. И тоже сейчас не надо говорить там про то, что, возможно, уже есть или в будущем создадут там какие-то кресла, в которые только, если Вася Пупкин садится, то он может поехать. Ведь ничто не мешает все равно этот автомобиль физически просто забраться и там перепрограммировать. Ну, короче, вы поняли, да? Вот, поэтому тоже это настолько все, блин, не так, как должно быть. Должно быть все функционально. Если ты этим пользуешься конкретно, или ты это создал, или это тебе жизненно необходимо, только тогда это, ну, есть смысл, чтобы это тебе принадлежало и вообще это ценилось. А мы очень часто ценим нефункциональные совершенно вещи. Какая-то там, ну, какая-нибудь красивая ваза, которая, ладно, если бы она еще была произведением искусства, но она просто красивая ваза, мне даже жалко что-то положить. Ну что? Или у чувака запакованный видик до сих пор лежит. Ну, камон, о, алло, ну, что за херь? Вот. И, как я уже говорил, вот эти все абсурды, когда я, например, реально честно могу оценить художественную ценность картины, но у меня нет денег ее купить. А вот у чувака есть деньги ее купить, но он такой, она у меня, короче, валяется в подвале, если она там подорожает, я ее продам и получу много денег. А вообще могу ее сжечь и там, не знаю, что угодно с ней сделать, да? Или я хочу поехать в Китай и по-честному мне это нужно, да? Я с детства в этом, да, и все такое. Ну, например, не могу себе этого позволить. А чувак, который там, ну, что там, вчера в Турции был, сегодня в Китай съезжу, короче, может себе позволить, допустим. Вот. Или я люблю эту девушку реально честно, ну, честно, и если я буду с ней там, она создаст из меня гения, да, и все такое. И вообще, ну, я буду реально о ней заботиться, очень честно. Но, не знаю, но она почему-то там ценит другое что-то, да? И приходит чувак, который просто ее может купить, и все, и кому она будет с ним. Ну, тоже это нечестно. Она будет с ним страдать уже в итоге, и он сам будет с ней страдать в итоге, потому что, ну, за бабки любовь реально не купишь. Вот. Можно купить видимость только. Вот. То есть, как вы сказал Макс, любовь должна меняться только на любовь. Верность на верность, вера на веру, смелость на смелость, честность на честность. Все. И вот. Но не на деньги, потому что на деньги это, ну, что, это абсолютно, даже не то, что, это нелогично, просто нелогично. И я уже даже молчу про то, что уже 100 миллионов раз было доказано, там, многими людьми, и все такое, что они даже ценности не имеют. И просто там, ну, фантики. Но я даже не про это, в сегодняшний выпуск совсем не про то, что там, а, деньги это говно. Нет. Про то, что это использование вообще неверное. Ну, абсолютно. Так вот, что нам нужно? Нам нужен чип честности. Что это такое? Это, не знаю, или имплантант какой-то пусть будет, или какая-то карточка, я не знаю, в общем, что, но какая-то, в общем, технологическая штука, которую, допустим, пускай это будет имплантант. Это именно я так бросил. Вы, может, свои какие-то идеи, видение этого. Давайте вместе эту штуку хотя бы теоретически изобретем, но ведь все начинается с теоретического, да, сколь многое считается невозможным, пока оно не осуществится. Так вот, допустим, это имплантант, там, пускай там под кожу он вживляется. И что это такое? Вот мы приезжаем в аэропорт, допустим, и я приезжаю там, которые очень верят в Китай, в кунг-фу, и действительно, мне это, ну, по жизни нужно, это честно, я это не придумываю, от души это идет, да, как говорится. И приезжает вот этот второй чувак, который так, а-а-а, просто хочу в Китай съедить, потому что мне много денег. Но тогда уже денег нет, есть чип честности. Мы подходим к аэропорту, там, к терминалу, и там сканер стоит, который сканирует, лечи по честности. Я провожу своей рукой, там, допустим, он в руку вживлен, и сканер говорит, да, этот человек честный, ему действительно нужно в Китай, и нужно все для этого сделать. Все, меня пускают, я сажусь в самолет, полетел, все, а этот сканирует, не, это не честно, ему это совершенно не нужно, он или хочет казаться, или просто попонтить, ну, это вообще не нужно. Все, его не пропускают. В итоге выигрывают все. Сейчас не нужно говорить, ну, это там не выгодно аэропорту, там, и всему такому. Нет, 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 и еще раз нет. Потому что в аэропорту ведь тоже будут работать люди, которые честно хотят быть летчиками, честно хотят быть стюардессами, честно хотят сидеть на ресепшене. Абсолютно честно, да, не так бы нужда заставила, или родители заставили пойти учиться на это, да, нет, это тоже будет честно. И они все кайфуют в итоге. Вот. И раз каждый человек находится на том месте, на котором его не нужда заставила, а именно его, ну, его видение, его желание, то, что, во что он верил, то мы все будем лучший сервис получать, и все будет лучше, только лучше. Потому что вы сами знаете, как плохо вы делаете ту работу, которая вам не очень, но, возможно, там вы ее делаете или по нужде, неважно какой финансовый, или потому что, ну, что там нужно, да, и как хорошо вы делаете такую работу, или такое действие, которое, даже можно на первый взгляд казаться, ну, ты же с этого ничего там не заработаешь, ну, вы так круто это делаете, потому что вы действительно в это верите, и это круто. И в итоге вы, конечно, с этого еще и заработаете. Даже сейчас вы с этого не зарабатываете, я вас уверяю, я реально вселяю вас эту веру, что все будет реально круто, и это 100% работает. Вот. И так же тут, например, видим девчонку, там, подходим к ней, я чип честности, провожу там про сканеру, все, я реально честно, она даже видит, что я ее не предам никогда, я действительно, для меня все, и буду с ней всегда, и заботиться о ней, и она откроет там во мне гения, и все такое. Это у нас такой прикол с пацанами, ну, суть девчонки, в принципе, это открыть в своем пацане гения, и только настоящие женщины, которые реально до этого вырастают, не эти там девчонки, там, ванильные, да, реальные женщины, такие зрелые, они действительно могут своему мужу открыть гения, и многие великие люди, вот, стали такими, благодаря своим женщинам, ну, ладно, не про это мы сейчас, вот, это просто я говорю, что мы с пацанами, вот это, типа, она должна открыть все гения, да, прикалываемся, и подходит этот чувак, который там, ха-ха-ха, у меня БМК там, я могу только за вещи или за деньги купить, и сканер ему говорит, не, все, ну, иди нахер, и он не может, короче, с ней делать, все, вот так, то есть поняли, да, суть, чип честности, потому что, сейчас я знаю, много есть движений, там, и тот же этот самый проект Венера, и все такое, да, что они вроде, да, говорят классные вещи, типа, деньги не нужны, действительно, из-за них полная вообще чушь происходит очень часто, да, но они никогда взамен толком не говорят, что именно должно быть, например, проект Венера, он дико размыт, вроде, я понимаю, о чем там, что там, там будет все, ресурсоориентированная экономика, да, что люди будут за идею, как бы все делать, ну, и это факт, да, конечно, за идею, но говорю все равно, и я просто реально, теоретически, я даже в универе выступал с этим докладом, проекту Венера, да, теоретически пытался понять, как это будет, да, таком в моем мире Пегасов и Пони, конечно, все бы за идею все мутили, было бы классно, вот, но реально нужно что-то такое, как бы заменить денег, но не такой, типа, я тебе даю столько, а ты мне за это столько даешь, потому что это те же деньги, а именно чип честности, и его легко, как бы, как он должен работать, учитывая то, что все предрешено, в принципе, да, то есть, когда я что-то говорю, я еще упоминаю, надеюсь на то, что вы смотрели и другие мои выпуски, вообще, знаете, в принципе, мое видение, мои идеи, да, что по моим идеям все, в принципе, предрешено, и человек так или иначе, вот ты рождаешься, ты уже сразу, там, гомосексуал или натурал, ну, от тебя уже ничего не зависит, да, там, ты любишь пюре, но не жареную картошку, тебе нравятся блондинки, но не брюнетки, да, кстати, да, вот еще недавно пришел к мысли, еще к одной мысли, которая подтверждает, что реально все предрешено, и ты ничего не можешь убирать, что, если бы реально мы могли что-то убирать, то мы бы даже могли выбирать свои желания и свои симпатии, антипатии, но мы же это не убираем, мы просто говорим, ну, я не знаю, мне что-то этот фильм не понравился, или, ну, мне не нравится заниматься волейболом, не знаю, не мое это, вот это ключевое слово, не мое, да, чье, да, но мне нравится футбол, или мне нравится вот эта женщина, но не эта, ты не можешь сказать, так, сейчас я пойду по улице и влюблю себя вот в эту женщину, нет, ты даже не можешь это желание выбрать, ты по факту говоришь просто, вот она мне нравится, и уже дальше у тебя такое ощущение, как будто ты там что-то выбирал, но ты ничего не выбирал, ты лишь потакал тому, что внутри тебя сказало, Вот тебе нравится это. Ты попробовал первый раз в жизни пюре, и оно тебе понравилось. И не шум сказать, ну вот, оно мне нравится, но я не буду его теперь есть, да, все равно оно мне не нравится. Нет, ты даже этого не можешь выбрать. Оно тебе нравится, по факту, дается тебе, да. Это также вот когда, например, там, окупай педофиля, я там пару выпусков смотрел, но я про это тоже хочу отдельно сделать, когда ловят педофила, и он начинает там плакать и все такое, я прямо вижу вот это его страдание от той беспомощности. Он плачет не потому, что сейчас его там побьют и все такое. Да, страх, наверное, тоже присутствует, но просто я вижу его, ну, обреченность, и, блин, тоже тупо, ну так нельзя это решать, такие вопросы, что он-то, в принципе, плачет, потому что он такой, его просто сейчас избивают или там судят только за то, что он такой, какой он есть. Я уже не обсуждаю, там, деструктивно это, полезно ли это, безопасно ли это для общества, а именно я обсуждаю его эмоции. То есть, грубо говоря, вас бы сейчас избивали за то, что вы гетеросексуал. Что вы с этим можете поделать? Вы же не станете насильно, там, гомосеком, я не знаю, или там, педофилом, или зоофилом. Вы такой, какой вы есть. И вот эта беспомощность, когда большинство другое, вот из-за этого, блин, я представляю, какие они муки испытывают. И фак, это, короче, про это отдельно. Вот, я говорю, что вот эти желания, они в вас уже есть. То есть, и чип честности вот должен этим и заниматься, что он должен выявлять вот эти желания, насколько они честные и не обманные, лишь бы там выгоду получить, и непридуманные. И если мы вышли из пещер ради прогресса, ради технологии или ради науки, да, ради того, чтобы человек рос, да, мы зря, конечно, выходили из пещер. Но раз мы уже вышли, то единственное, к чему теперь должна наука и технология стремиться, и мужики в белых халатах с бородой должны стремиться, это к тому, чтобы воплотить в реальность этот чип честности. Нам не нужны эти айфоны и айпады, ничего не меняется. Рисовали на пещерных скалах, а те просто рисуем на айпаде. Ну, сама суть-то не меняется, человек никак не растет. Поэтому нам не полеты нам в космос сейчас нужны. Это тоже очень хорошо, я, блин, всегда двумя руками за. Но мы сначала, прежде чем мы сказали неземной разум, должны найти разум на земле, да. Сначала надо с землей разобраться. Чип честности, вот к чему сейчас должны стремиться все ученые, блин, всего мира. То, что должно сейчас рекламироваться, то, во что должны вот эти деньги, последнюю функцию они должны исполнить. Это то, чтобы они должны быть вложены на эту всю разработку. Вот. Так что давайте, пацаны, раскручивать эту идею. Это классная идея. Не надо бояться того, что там, а, это утопично. Да вы, блин, чуваки, все крутые идеи делались вот так, что все считали, что это невозможно, это утопично. И если бы мы сейчас так думали, мы бы реально сидели бы в пещере. И это, конечно, было бы хорошо. Но так как мы уже вышли из пещеры, давайте уже дальше такие сумасшедшие, крутые идеи воплощать. Это круто. Это реально классно, блин. И это честно. Вот если бы сейчас уже был бы чип честности, то мое желание изобрести чип честности было бы очень честно. Чип бы это действительно подтвердил. Вот. Надо накидывать идеи. И мне сейчас не интересуют контраргументы, почему это не сработает или еще что-то. Потому что я уже настолько, блин, ясно уже думал многое время над этим. Единственное, что меня сейчас интересует, это возможности. Как вообще это сделать? Как это могло бы происходить? Кто бы сканировал? Вот как, что? Я это тоже пока немного так туманно вижу. Я вижу только вот эту суть, что вот если я хочу поехать в Китай за идею, или я хочу за идею, мне действительно это нужно. Вот этот материал, вот эти кирпичи, там, для того, чтобы я построил там. Ну, не важно что. Главное, что это действительно за идею, это полезно. И ты видишь, что это он не врет, да? Что и единственное препятствие сейчас это деньги. Из-за них нужно делать какие-то ненужные вещи, ходить на ненужные работы, которые ты не веришь, из-за которых у тебя начинается там стресс, депрессия и все такое. Чтобы только заработать для того, чтобы наконец-то начать делать то, что ты хочешь действительно. Не нужен этот промежуток. Человек в итоге теряет свои лучшие годы вот на это зарабатывание. Потом, когда уже добивается того, что он хотел, у него уже нет сил, чтобы на все сто делать то, к чему он был предрасположен, для чего родился, да? И еще раз говорю, это есть всякие исключения, когда чуваки и так нормально у них все. Но говорю, мы сейчас говорим про то, что часто происходит. И, конечно, есть исключения среди тех чуваков, у которых и дофига денег, и они действительно за идею, они крутые, и, блин, я их уважаю, и все круто, да? Есть такие исключения. Я говорю, не надо сейчас говорить, что там обобщение. Я в самом начале сказал, что без всяких обобщений, но говорим только про тех, про кого говорим. Так вот. Вот, и, блин, пацаны, надо про это подумать. Это классная тема. Это, наконец-то, по-моему, самая классная альтернатива деньгам. Да, потому что сейчас все как хотят? Просто убрать деньги. Ну, хорошо, я понял, это классная идея, но надо дальше-дальше думать, что дальше будем делать. Это, знаешь, как у вас там в России сейчас все хотят убрать Путина. Ну, не все, да, опять не обобщаем, но есть такая движуха. Ну, хорошо, даже я представляю этот день Путин такой. Ну, ладно, пацаны, я пошел. Ну, раз вы так хотите. Ну, и что дальше? Вот что? Потом все эти чуваки, которые хотят убрать Путина, сами за это место передерутся, я уверен, блин, и ничего не изменится, поэтому альтернативы, да и никакой-то и нет, на самом деле, кто пойдет. Вот, поэтому надо не про это думать, а думать про то, чем замещать, если уж хочешь что-то убрать. Чип честности, блин, это очень классно. Реально, за идею, вот. Да, ну, кстати, вот обратная сторона чипа честности. Допустим, приходит тот же маньяк-убийца, и потом на суде проводит чипом честности, и действительно чип показывает, что он честно хотел убить, потому что это уже в нем была такая расположенность, такая честная из-за идеи. Ну, а тут уже срабатывает, наверное, эта фигня, что все предрешено, в принципе, мы не можем убирать свои желания и все такое, и этого маньяка придется, наверное, судить и, возможно, казнить, не потому что он сделал зло или плохо, не надо давать этому такую оценку, а только потому, что это небезопасно для других людей. Получается только так, блин, да. Хотя, возможно, в будущем и законы-то поменяются, тоже все эти педофилии, эти хайпы тоже ненужные. В одной стране уже в 10 лет там все нормально, они уже замуж выходят, и никто не парится. А в одной стране 16 лет, что-то надо дожидаться. Хотя там, хотя 13-летний с 13-летним может. Ну, то есть тупость, ну, вообще абсолютно. Ну ладно, не про это. Я говорю про то, что как быть вот в случае чипа честности, когда человек, например, делает какую-то деструктивную штуку, на самом деле тоже за идею. Но чип честности, обмена денег – это комплексная мера, потому что не только надо над этим думать, а над тем, как вообще нового человека воспитывать, да, с самого рождения, что ему показывать, да, как его воспитывать. Вот, например, сейчас вот пришел к этой теме, и сейчас вам зачитаю, опять же, из «Искусства быть» классную цитату. Сейчас найду ее, пока посмотрите «Мегамена». А, ну вот, например, гражданин Греции в период расцвета древнегреческой демократии был гораздо больше окружен вещами, чем древний охотник. Он был более сконцентрирован на делах государства, развивался и использовал свой ум в полной мере. Был занят и в области искусств и в области философии. Что еще нужно знать об этих людях, кроме того, что художественный вкус гражданина Афин формировали драмы Сафопла и Эсхила? И что сказать об эстетической и эмоциональной пассивности современного жителя Нью-Йорка, если подумать о его развлечениях и побудительных мотивах? Ну, идеально, да? То есть реально вот в древности люди воспитывают... Вот при тебе живет, например, там Шопенгауэр, вот при тебе. При тебе вот ставят стихи, выпускает Гёте. При тебе вот у греков там Эсхил, да? Выпускает свои там темы, да? То есть, блин, такой высший вкус вокруг тебя, высшие ценности. И это считается нормой, это считается круто. Вот. А у нас, при нас сейчас вот там Comedy Club становление, да? Сделал свое становление Дом-2, в интернете полный трэш. И Музон тоже... Ну, это низший вкус, по факту. Я не говорю, что нравится, не нравится. Кто сказал, что тебе не может не нравиться, низший вкус. Вот мне нравится Джастин Бибер, да? Бэйби. Классная песня. Это низший вкус. Я это не отрицаю, и это, блин, каляк. И я с удовольствием, если я слушаю радио в интернете или вообще по радио, я ставлю радио, у нас в Латвии есть 103.7, радио классика. Блин, такой музон, под него сразу... Просто ты слушаешь эту музыку и растешь над собой. Вот я говорю, я не вру. Не зря вот так вот говорят, что классика – это полезно, реально полезно. Это не пустой звон, реально попробуйте послушаться, да? Вот. Вот, да, вокруг нас низший вкус, мы деградируем очень сильно. Поэтому, я говорю, отмена денег – это комплексная мера. Не только чип честности, но и воспитание человека должно быть. То есть, грубо говоря, надо ввести чип честности, но при этом еще самого человека воспитать, его моральные принципы, идеологию настолько высоко, чтобы не было и такого, что, блин, а как будет быть с теми, кто реально за идею хочет разрушать? Но сам такой человек не появится, который хочет разрушать, если он будет воспитан и расти в атмосфере такой доброй, грубо говоря, да? Потому что долго всякие слова эпитета не придумывать. Когда реально вокруг все за идею, вокруг почитается созидательность, изобретательность, какое-то творческое начало в человеке, и не почитается там какая-то, ну не знаю, такое не себялюбие. Себялюбие – это полезно, а себялюбие – это вот реально, когда ты остаешься своими мыслями, ты должен сам себя тоже влюбить. А вот когда не почитается эгоизм, там такая личная выгода, такая максимально ненужная выгода именно, да? Когда она не просто личная, в самой личной выгоде нет ничего плохого, но часто личная выгода достигается за счет неудобства другого. Вот это не почитаться должно, да? Когда не почитается такое, ага, он миллионер, все, уважаю его только за это. Да он может быть бестолковый абсолютно. Какого хера его должен уважать, да? Хотя, ну, когда будет чип честности, не будет миллионер, не миллионер, да? Ну не будет это почитаться, да? Короче, когда человек, по человеку будут судить именно о нем. У нас как судят? Вот Джастин Бибер выпустил треки, вот он сейчас там миллионер и все такое. Вообще он популярный, конечно, да, и все такое. Кто-то его уважает только вот за это и приводит в аргументы другим людям. Но вот видишь за то, чего он достиг, а чего он достиг ты. И при этом он не знает самого Джастина Бибера, да? Может, он любит ловить бродячих котов и ссать на них, да? Грубо говоря, да? То есть, может, он в жизни такой какой-то, не знаю, завистливый, гад и все такое. А те, кто его ненавидят, говорят, вот какой он козел, да? Типа, раз он там миллионер и все такое, и он популярный, то, возможно, из-за зависти, возможно, а может и не из-за зависти, это мое предположение, они его ненавидят и начинают говорить, что он говно из-за того, что он миллионер. Но они, опять же, его не знают. А может, в жизни он хороший парень вообще? Ну, да, ему так повезло и все классно, да? Действительно, если бы он там был твоим другом, возможно, он мог бы быть твоим другом, потому что ваши там, может, даже увлечения совпадают, и он вообще классный парень. Поэтому ни те, ни те не могут о нем судить. Ни те, кому он нравится, и ни те, кто его ненавидит. Потому что они его не знают лично, да? А у нас вот это так часто и бывает. По такой мишуре, по внешней оболочке человека, по внешним его проявлениям, да? Типа, чего он достиг, уже судят о том, какой он есть. Но это не так. Я говорю, дестолкую, может, купить себе талантов и все такое. Все же знают, как звезд крутят. Там целые команды. Один-то там мало что сделаешь. Вот. Но я говорю, и при этом я ничего не утверждаю. И мне самому нравятся даже там песни Бибера того же. Хотя я совершенно отдаю себе отчет в том, что это низший вкус. Мне нравятся негры. Но негры, это вообще, по-моему, ниже уже некуда. Рэп, это все, ну, это именно такой нигерский, да? Там про потребление и все такое. Это, ну, полная херня. Вот. Мне просто нравится, как это сделано. Ну, музон там качающий и все такое. Но я отдаю себе отчет, что в плане там лирики, если это можно от лирики, да? Это, ну, полная херня вообще абсолютно. Вот. И вот так, вот мы, чувак вырос в окружении Гетта или там в окружении Аристотеля, его современники, а ты вырос в окружении Рекросса и там, не знаю, и любого трешакового шоу в интернете. То есть, даже в прошлом люди стремились к тому, что они даже говорили, вот мы такие деградированные, мы должны идти вперед, сверхчеловек и все такое. И, типа, и в итоге они дошли вот до нас, мы еще ниже их стали, ниже тех, кто мечтал о сверхчеловеке, да? И тоже, типа, мечтаем о сверхчеловеке. Блин, они для нас уже сверхлюди должны быть, потому что они намного выше нас были в этом плане. Вот. Поэтому чип честности – это здоровая мера, комплексная мера. Не только он вводится, но и изменяется суть воспитания людей, да? И каждый из нас должен делать все, что он может для этого сделать, да? Вот пока все, что я могу для этого сделать, я делаю, да? Вещать через интернет, как-то в жизни, да, тоже вещать. Вот сейчас вот начнем еще такие вот эти встречи, да, реальные, про которые я сказал в самом начале. Так что следите за объявлением, вот. И каждый из нас должен что-то для этого делать, блин. Потому что, ну что, ну наша жизнь, она проживется быстро. Просто многие могут сказать, да какое мне дело там до будущих поколений? Ну что, ну хорошо, ну ты проживешь, ну ты умер, ну камон, ты же это не только ты. Потому что мы все, реально, это одно, ну все вообще, вся вселенная – это одно целое. Когда убери одну частичку из пляжа, одну частичку песка, не просто убери ее, а убери ее как бы вообще из бытия, как материю, то все-все развалится остальное. Потому что все это одно. И поэтому все друг о друге заботится. Хотя друг о друге и съедает, и поедает, не без этого, да? Да, но когда человек там разумный, мать его, блин, камон, когда начинают вот эти законы животных еще на законы людей проецировать, да, ну это, ну тогда что мы из пещер выходили? Зачем вам эта культура? Надо было оставаться животными, дубинками гасить друг друга, и все, и нормалек. Ну зато это честно было бы, да? Нет уж, если вы что захотели культуру, если мы уже в ней, у нас два пути. Либо реально деградировать до пещеры, и на самом деле тоже найти в этом счастье, либо уже изобретать чип честности и идти уже дальше, и растить нового там сверхчеловека, который идейный, творческий, для него он больше гений, чем талант. Потому что что такое талант? Талант это тот, кто действует для современников, а гений это тот, кто действует для потомков. Потому что он как свет дальней звезды, современникам он не виден, потому что он долго идет до земли. И лишь только потомки увидят наконец-то эту звезду, потому что только при их рождении свет наконец-то достигнет земли. Вот. Поэтому это, блин, пацаны. Для меня эти вопросы, это реально те вопросы, из-за которых я теряю сон иногда. Не знаю даже. Я не знаю, хорошо это или плохо. Ладно, все. В общем, прошли мегамена, круто, поговорили о разных темах, о искусстве быть, чуть-чуть затронули, о чипе честности, о сути денег, да. Не от этой сути, это мы, банковская система, это развод. Это пусть другие там уже рассказывают, куча таких видосов есть. Я про другое уже совершенно говорил, о отношении человека к ним я больше говорю. Вот. Заправляем майку в трусы, подписываемся на канал, наливаем себе чай, точнее допиваем его уже. Присылайте мне новые видосы с прохождениями, буду их озвучивать. С вами был Ликей, конечно же. Думаем о чипе честности, обсуждаем идею о невестнике. Это тоже самое главное. Мне неинтересно, кто я там, да. Это я сам в себе знаю. Мне интересна идея, мне интересна идея, что вы скажете по идее. Вот. И все. Ба-ба-бау. Все, что я должен сказать. И да, советую вам, конечно же, прочитать книгу Эриха Фрома «Искусство быть». Ну и если вы еще не читали, то тоже его книгу «Иметь или быть». Две его книги «Искусство быть» и «Иметь или быть». Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok